девять образцов надо выдержать такая защитима как будто все только и делают летом задача в зарубь прибутивают николай хоть нас графиня укоряется скорострельность начинаем большую охоту за супер популярным сортам пино гриджо начинаем его как водится с красного белого зайдем посмотрим выберем и поедем к коляночу часто магазине можно видеть такую картину мужчина который уже выбрал себе напиток начинает ходить вдоль полки с вином и читать смс-ку от супруги которая написана пино гриджо какое пино гриджо как минимум три пино гриджо мы видим на полке как его выбирать что за ним стоит какие бывают на гриджо давайте разбираться начнем нашего самого известного популярного алкогольного магазина красное белое а дальше пойдем по другим магазинам скупимся пиногриджо и поедем к коляночу чтобы выбрать самое лучшее и того берем пиногриджо дела венеция оттинации такой вот доступная цена более-менее 769 берем атероси чили они пиногриджо 729 берем российское конечно же вино это мыс хака так и и кажется все магнит магазин популярные с мега классной овощной группы на вот с вином тут всегда было так себе посмотрим если здесь популярный сорт пиногриджо магните удалось найти два пиногриджо одно тоже из венеция такой красивой этикеткой стоит 549 рублей и одно нашлось на нижней полке с названием громким конфесса кино гриджо а семидуль чего вот чем проблема она полусладкой ну это хорошо попробуем полусладкой пиногриджо из всех народных магазинах самым результативным по пиногриджо казалось пятерочка здесь больше всего мы нашли этого сорт вина из этого сорта винограда мы возьмем на пробу сегодня пиногриджо из южной африки интересно что из этого получится дальше мы возьмем сегодня понта антика мы знаем еще видели другие сорта под этой этикеткой но сегодня будем только пиногриджо пробовать и возьмем вот такую castello нового весьма такая интересная позиция и и возьмем и возьмем ласкада дорогущая 959 рублей но попробуем может быть здесь качество резко отличается чё так сидит я не знаю ты графинина там дела графинины дела может и это здравствуйте товарищи всем привет мы пока открываем бутылки я делал большую прелюдию прелюдь да у нас по приему при всех у нас с тобой 9 когда 9 и лак раз и паре боролом опять 9 так друзья мои на самом деле что я хочу сказать что мы давно должны были подобраться к этому не хочу сказать великому хочу сказать очень популярному сорту я записал там в магазине такое вводную что когда которую зрители уже видели нет нет потом да но я хочу сказать что за перебивать почему все время такое происходит скажи пожалуйста скажи на милость я реплики да реплики подает коля так вот на суть в чем в том что попадает картин такая сейчас в супермаркет когда мужчина уже набрался и пиваса или там водочки или и значит сжимая дрожащей рукой телефон с эсэмэской значит пиногриджо пиногриджо где же найти эти пиногриджо а читатель собрались прибухнуть до этом две там пары например там мужчина женщины умножить на два мужики как обычно по-крепкому там еще чем там по красненькому женщины пиногриджо любит вот вам тоже жут ищет ну а в жару корресе не в жару вот и так получилось что почему-то этот сорт завоевал учим расположение очень многих дам ты таким считается традиционно женским ну и как следствие тоже он легкий такой летник там но нам приходится тоже пить да да нам приходится пробовать так как мы кто есть нервничного испытать и общество испытателями поэтому мы решили для вас как обычно наша позиция какая наш подход жертвуем собой до жертвуем собой я иду просто магазин стихийному вот часто кстати подписчики пишут такую историю что типа почему вы не взяли то вина почему нельзя ли это вина я иду просто в магазин здесь бутылу николая буквально приезжаем за час и как обычный потребитель просто смотрим на полку увидим на ней какие-то там позиции просто берем кладем в корзинку покупаем идем корянучу пробует вот весь подход поэтому что увидели на пол кто купили скупили все пиногриджо в красном и белом магните пятерочки терочка оказалась самая богатая на один на гриноке самый девочковый магазин ну может быть да вот кто же мы забыли красный и тазик а ты принесешь да она найдешь туда и тазик концепция поменял жена подставить тазик концепция поменялась слушай да я знаю что то ты знаешь да я обозрался да 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 на самом деле я очень на самом деле слух паразит по устал до последнего времени да ну тебе же никто будет немножко морозилочка бахнули кажется немножко сковала на их хотя вот эти уже расчетиваются и это сама а этот живу самому сальвета вот это что-то он как-то не радует а мне наоборот спасибо графини советы первую ты имеешь когда совет это первое ну значит я сейчас просто расскажу про два стиля пиногриджо вот а ты будешь потом уже он как умный говорит какой это стиль делать вид далее делать виды вот ну первые на самом деле ну давай так все три чистые в общем без каких-то посторонних включения ну не знаю не знаю как-то меня они ничем не отталкивала у первого вина травяной такой нос свежий такая немножко зеленая игрушка чуть-чуть зеленый такой недозревший свежий нежный аромат в принципе да хороший да давай махнем ну во вкусе он тоже такой ну ты знаешь нежное было зеленый аромат и зеленый вкус не до к сожалению не дозрелась да не дозрелась получился и в общем но мне понравилось ну то самом деле ну смотри вот различают два стиля пиногри джио дело в том что он называется пиногри джио в италии и пиногри соответственно вафа во франции но у него есть что там грау бургунда например учу учу грау бургунда это бургундский серый да вообще если ты посмотришь на гроздь пиногри джио он вот почти красный смотришь он такой вот сизоватый такой вот как бы у него даже есть там где-то в какой-то кстати может быть даже сербе называется сизой ну вот он такой он такой вот у него сизоватый цвет и он в принципе имеет розовую кожицу вот мы его делать в основном по белому хотя розовый тоже встречается так вот а это это кстати вообще все пино это все как сказать братья пинограда практически родные до то есть это мутации пинонуарная и пиноблан и пиногри и пино собственно нуар вот но такой в италии как правило по всех республиках и пиногри джио делаются таким легким травянистым таким легкомысленным но вот во франции прям вылезайся может попасться пиногри с остаточным сахаром такой прям леденцовый желтофруктовый это так называемый французский или южный стиль вот а в италии в италии дело в том что в основном его делать на северной италии северной вене то да и там как правило он все-таки получает вот такой легкомысленный стиль значит теперь у нас есть еще муската который мы любим но тем не менее критикуем объективно ну он показался мне более зрелым он плотнее он плотный свой выше у него такая покалывающая кислотность более приятная такая и структурная мне сначала показалось там какие-то посторонние тона но мы хотим его до постоял уже хорошо ты знаешь мне вот это как кажется тоном желтых фруктов да то есть таких вот уже созревшие в данном случае как раз скорее даже не то что созревших а даже перезрев может быть дать чуть-чуть перезревшим и может быть они тебе показались посторонними но они нифига не противно и не противность они такие приятные просто вот в аромате и то есть мы можем как подумать что-то посторонний тон но даже если он посторонний взрыв вкусный да вот так и и во вкусе кстати неплохо весьма да и у нас с тобой очень интересная тройка почему потому что здесь у нас три страны практически хотя большинство grid gf я взял все-таки из италии вот у нас с тобой в первой тройке играют в самом недорогом сегменте италия россия и мой друг южная африка соус африка так по традиции прочитать невозможно ничего потому что вот тут смотри кстати австралии южноафриканские аборигены тут и дали картинки красивые чтобы мы с тобой не запутали что для лимона груша и яблоко пэрс они считают зеленые салаты рыбка и спагетти пиногридж изготовитель симонс вилл интернешнл симонс влей симонс влей да не прочитаешь да 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 но это я уже русскую транскрипцию читаю африка да ну короче да южная африка не указывают какая именно южная африка возможно со всей южной африки собрали виноград довезли до нас эта страна дружественная нам ну вы заверите должны быть дешевле да да но ты знаешь от немножко я его помотал и он действительно такую хорошую игрушку такую легенькую дать леденцовую на серый немного то нет на полно нормально попробуй мне что-то кажется но ничего не питка можно употреблять но чуть какой-то металла дисбаланс ароматы и вкусов нет на меня не показывал я ожидал другого ну в смысле вовнулаем скажем так он примерно в одной такой вот в одном играет классе с как ожидал больше сладости а он прям сухой ну ну давай так все все вот эти вина они достаточно сдержанные такие вот водянистые ну скажем так выдерживают конкуренцию где-то у меня за на уровне своей цены своей группы идем дальше на давай дальше потому что на себя не выпьет не продегустируют так что у нас тут еще кастелло нового это пятерочки бренд как мы однако с тобой складника орудуем привычка да так вот будем сейчас определить но на самом деле из всего того что я купил тут по сути южного стиля вот такого именно пиногришного не быть не должно потому что я не встретил основном в массе встречается пиногриджо вот такой вот чистый итальянский легкие фруктовые будет ли у нас какое-то откровение я даже не знаю не уверен откровение из какого пойдет ну совершенно точно мы с тобой можем сказать что мы теперь сможем узнавать пиногриджо даже слепую во первых они все похожи между собой такой знаешь мало маловыразительное такой лимонадной сущностью ну она такая вот вот вспомнить лимонад да вот такой легкий ну в лимонад или же дулу из детства да даже сладенький из бутылочки бурашки такой знаешь вот мне кажется тут примерно эта история поэтому и девочка нравится да ну вот на девочки думаешь если манада начинает что ли кто-то думаешь сразу слух может любил крышончик или там не знаю байкальчик да так это у нас то на разделу на поиск когда были маленькие там типа такая шутка ходила когда там девочки девочки это пошли где ты был когда мы были девочки шуточки слушаем поганну сейчас значит у них есть наши дегустации немножко подорвана тем что они тепловатые я зря засунула морозилку на самом деле она вино не поняла что мы делаем быстро охлаждаться то ли еще что то я хочу сказать что вот эта штука например она в общем прям похоже на то пиногриджа который мы должны себе представить вот мне кажется да такой прям легкий лимонадные вот это и не и не яркие не забивает а во вкусе примутся всегда пока он такой вот чуть-чуть горчинка вкус ничего горчинка там такая удивляться нам нечему с тобой сегодня сорт такой вот это похуже чем вот это чем первое ты уже вторую пробу даешь вторую попробовал это у нас когда можно танчику вот подкачал нет 22 при том что это и то и другое мы покупали в сети five five на вот вот такая третье третье да виниту винита это те нации такая достаточно широко представленная группа в особенности в красном и белом красном и белом у них есть там более премиальная серия это было приступ жабы который я не купил нарисую попробовать вот это я хочу сказать что честно говоря из всех троих я выделяю вот это вино но не больше всего понравилось соглашусь вот оно и в носе хотя она казалось бы хорошо сбалансировано между носом и носом и розовую да она вполне себе неплохо и в принципе ну вообще как бы мы так уже с тобой догадались что чудес не будет спиногринга дожди подожди у нас новую паза мне бутылочка стоит но во первых давай так что практически все вина они простоватые скажем так и вы за эти деньги там тот же сувенион бландаст он за какие ну тут все от 500 начинает пить из до 500 и там до 700 пока еще вообще будут новозеландские совбал можно найти еще можно можно и при том что их везут везут и в общем между ними такая конкуренция но те кто любит пиногрин же вы наверное любит уже такой знаешь как ненавязивая что ли ну летом в жару вот тут поехал на дачу будешь сова за полторы тысячи употреблять или лучше три бутылочки взять пиногри охладить и целый день провести летом на даче да почему такая застима как будто все только делать летом за дачу взору прибухивают значительным пиногрин заработать там за еще чем да так не первое так ну что есть у нас вот и тройки пока вот для меня лучше вот эта история ну и третья тройка на арене разливай первую я пока буду отсюда последний у нас очень полусладкая но чуть может она вкусно окажется лакаскара пока почитаем что пишет про них ординарная полусладкая белая даже не полусухую но что-то хотел но люди хотят это ты снова понимаешь я не сниму лишь нормальная вина любит полусладкая него просто это суши но у нас с тобой интересная тут подборка получилась в этой тройке потому что вот это у нас сицилия через члена пиногриджо то-то там хотя изготовитель так да ну написано тире с членом но честно говоря да в навесе цели италия 23 год будем верить но производитель мета корона это тоже очень известный производитель итальянский в общем или сицилийский вообще они извинято но видим как-то они делают на сицилию вино ну ну здесь что-то уже стал да поинтереснее как-то выступать что появляется сицилия чувствую ее тяжелую поступь ты про 3 я про все на самом деле хотя на самом деле все таки вот эти три вообще ну не ты вот эти два сладко пока не пробовал они где-то примерно вот на уровне вот с этим вином давай попробуем во вкусе ну уже по назористе то помещите да сильно отличается в сторону плотности нам лучше и в аромате гораздо интереснее чем вообще все все мне больше всего понравилось именно вот тут это вообще из всех потому что не послевкусие такое знаешь интересно чуть грейпфруктик такой какой-то виноград даже мне вспомнился вдруг вино из винограда вдруг ну а известно что вино из винограда но виноградом как правило не пахнет ну я ожидал большего честно говоря от этого давай вторую попробуем а я вторую оружию вкус отстает от аромата просто на два корпуса на просто аромат неплох дамы при том что я прошу прощение что в твоем доме о ценах говорю ты ты не подумал что я намекаю вот ну то есть это самое дорогое среди кстати пора дать наверное киркут я все не потратил очень сумасшедшие деньги еще мерло там а потом промерло это такой спойлер небольшое что будет наверно следующее на дегустация вот но на самом деле на наше естество испытания конечно лучше чего-нибудь накинуть маленько да подбросить ну и просто подписываться лайкать в комментарии колокольчик это вообще святое бубенчики и бубенчики берегите так на третью заправить сюда вспомнил что мне это напоминает она у нас была сладкая сицилийская как он такой обалденный ликерный забыл уже мусито-пассито да вот это вот скажем так не разбавленный немножко ослабленный вариант ну да это когда поменьше но добавили воду а в воду добавили вернула тут мусито-пассито добавили в стакан с водой ну ну как пулу она честно говоря водянистая во вкусе кислотность не достает вот но учитывая то что она стоит где-то на нижней полке стоит там небольшие деньги по сравнению смогли вполне нормально я считаю что вот это кстати хорошую варианту для тех кто любит полусладкие вина потому что она просто ну вкусненько ну вкусно то есть она вот именно для ценителя вина который любит больше кислотности она не будет структурным но она реально вкусненько тем более что мы все прям не охлажденная вот и по моему это кстати полусладкое можно сильно не охлаждать ну лучше охладить вот потому что вообще все лучше охладить особенно лет летом в жару на даче все лучше охладить вот ну николай хоть у нас графиня укоряется скорострельность ну да не в этом можно для тебя у кори надеюсь только в этом вопросе подведем итоги мы смотрим сколько я покупал я покупал дольше чем с тобой дегустировали я хочу сказать мой друг что ты профессионально растешь развиваешься уже очень вычера джонесу нет каждый раз многие люди могут подумать что оценивать вино легко вот так как коляныч вроде быстро научился но это не так коляныч тренируется вне эфира просто умный разочаровала вот это вино не знаю ну вот это которая черненькой маковкой второе наше из-за времени вообще вода водой ну да отстают просто аромат еще как-то можно хвалить но вкус отстает от аромата сильно ну давай так практически практически все вина это стиль пеногриджо то есть легкие травянистые такие не яркие немножко такой зеленой груши зеленого яблока ну даже вот спелом все равно зеленого я бы еще на самом деле да у нас он наметились фаворита давай мы перепробуем это графиня требует как продюсер время побольше у нас с тобой есть сицилия вот да сам я предлагаю попробовать она у меня вот здесь значит можно вернуть сюда эти далёшь чтобы было что покатать по нему я предлагаю попробовать вот эту вот историю давай срока стелла нового тоже дель венец ну венето все-таки традиционно считается для пеногриджо регионом хотя на самом деле спина гриджо можно сделать на чем очень такие серьезные вкусняшки но мы сегодня с вами их не попробовали я надеюсь что другой раз ну потому что надо было есть уже в другую розницу более компетентную такую вот и там искать такие южные стиле там которые или из фреули или из или ильзаса пеногриджо да то есть ну вот мыс как он вообще по цвету уже в розу а у него что-то еще кстати какая-то газация идет за перляжик есть ну да он ну или или его или там микрофлементация или маленько туда поддали газик он хороший точно сюда сицилию да 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 1 сицилия второе так вот венето и третья россия хороша во вкусе да такой прям зеленью рот охватывает не чуть тут когда ты будут долю не знаю что мне вкус до хороший до ручки так мы с хака могу сказать что хуже вот тут тут на уровне на больше всего мне вот кастыла но вот это понравилось на она прямо свежая такое вот все цели какая-то тяжесть есть к ты не дешево причем эта тяжесть появилась почему тут на втором или давай еще раз налей еще что ж такой топчет жалжал уже выливаем все равно все это самогонный аппарат не купил так мы все ждем от производителей дорогие производители самогонных аппаратов без пример доктор грунга мы готовы принять в дар в дар аппарат самогонные и потом его всячески расхваливать если конечно будет хороший а если плохой мы назад отдадим еще ну что ну все-таки давайте точно это три фаворита у нас до три фаворита бесспорных сицилия так вот этот совсем слабенький это плюс-минус это эти тоже кстати вот эти были ничего на первой группе и я что хочу сказать то главную мысли что между пиногриджио за 500 из 700 за 900 раз серьезной разницы нет разницы не в разы да не вот точно не в разы но вот сицилия интересная мы бы ее очень выделили но тоже так как сказать не сказать что например вала там или потрясла но она в объемная все у нее структура есть ну и на этом фоне как и должно быть российское вино при меньшей стоимости стоит также по качеству сравнимо с ними да то есть более что-то оформление красивое такое вот не жил нас как меня радует до нее дженерейшн то есть это означает как и радует прям хорошо да у них такой желтый приятный нос такой на желтые какие-то фрукты дынь камнях даже что-то почудилась какая-то легенькая не персик не персик друзья мои ну что сказать про пиногриджио сорт этот простенький он такой как сказать расхожий вот вдохновение он особо не вызывает но с другой стороны а во первых красивое название да что ты на гриву что-то девочкам в нем нравится слово да вот может быть там гриджио или может пина что-то им нравится одно из двух двух из этих слов в этой паре телосочетания но вот а мы же скажем вам что что в принципе я думаю что группа за 500 рублей все нормально будет заходить вам да и славьте богу или 800 да да и за 800 вот в общем друзья мои поднимая маска к подниму бокал буду являть лояльность к россии а он будет про это уже к сицилии лояльность к сицилии не знаю чем это связано там при не проявила и до приверженность доном друзья за летнее настроение за то чтобы у нас было все хорошо чтобы мы как-то на даче летом до жару пореже холодильник почаще пиногриджио и я уже даже купольный сезон открыл вот это да не додумаю чуть вчера такая волна была большая на мусородоканале а это колярич туда забрался в пруду небезызвестным ну поехали а